Я думаю, что бронзе тогда было достаточно ценным материалом. Следующий такой интересный элемент это 10. Да, это 10. То есть, был такого плана элемент, и был еще такого плана элемент, но в нашей надписи его нет. Это транскриппируется как цхай, либо цай. То есть, в где-то. Очень часто в надписи бывают, например, ван цхай где-то. То есть, князь в какой-то джоу, или еще в какой-то области. Следующий элемент. Следующий элемент это мера веса того материала, металла, который он нам подарил. Это дзюнь. Здесь, в принципе, ставится точка. Дальше открываем. Следующий дзюнь. И еще чуть-чуть, чтобы мы видели. Да, лошадь. Два. Дзюнь. Это бронза. Десять. Дзюнь. Мера веса дзюнь. Здесь я привел цитату из известного китайского лексикона словаря Шо Вэн Де Цыр, который относит к авторство приписывается Сью Шэню, период Хань. Однако для китайских словарей очень интересна такая особенность, что, в принципе, какое-то понятие, вот здесь вот написано, что такое дзюнь, да, мера веса. Саньш и дзюнь. То есть 30 дзюнь. Прикинем, да, если один дзюнь, в наших современных понятиях это 500 грамм, да, то есть это очень много получается, еще и десять. Да, то есть нам нужно обращать внимание на то, что, во-первых, меры веса менялись, то, что они подразумевали этот дзюнь, мы сейчас тоже не знаем достоверно. И особенность вот этих китайских словарей, в частности Шо Вэн Де Цыр, непонятным объяснять непонятно. То есть это слово дзюнь мы не знаем, и он объясняет это 30 дзинь, а что такое дзинь мы тоже не знаем, а если мы посмотрим дзинь, он еще объяснит что-то, то, что мы тоже не знаем. Ну вот, хотя китайцы очень любят, и древние китайцы, и китайцы очень любят в своих научных работах ссылаться на Шо Вэн Де Цыр. Ну, естественно, потому что это достаточно период Хани, это, в принципе, несколько сотен лет от периода создания нашего сосуда. Это наиболее такой древний источник, однако он также, в общем, нам не до конца понятен. Но, тем не менее, такая традиция существует. Следующий клик шоу. Да, то здесь я отдаю точку. Следующий наш... То есть понятно, да, то есть наверху что? То есть князь направил его покорить варвару, в эту область. И там он их, вероятно, покорил, вернулся, и князь его приветствует обратно у себя дома, ему благодарность дает две лошади, это, наверное, было очень много и очень ценно, и также 10 дюйм этого металла бронзы. Здесь точка стоит. Условно говоря, точка шоу на самом деле. Шоу дальше. И, соответственно, это вот его вознаграждение этого шоу. Следующая часть. То есть шоу... Следующий клик. Шоу Гань. Здесь вот так достаточно сложно тоже написано. Ну а какой здесь элемент? Видимо, это элемент рука. Этот элемент рука здесь сохраняется. Нет, это не глаз, это ухо. Сложно. Так тоже нет таких, знаете, прямых таблиц перевода, как вот, чтобы точно что было. То есть это все зависело от периода, от мастера, как он это создал. Потому что тогда еще все это было не очень манифицировано. Естественно, в каждой области мастера могли делать под свой. И последний вот этот элемент, этот дюйм, мне кажется, он достаточно похож. Да, то есть вот этот элемент рука, да, который там переходит в... Да, это полдуроглифы, да? То есть... В упрощенных троглифах записывается. То есть он такой же элемент, правильно? Схунь, да, как мы его называем. И здесь похож, кажется. То есть, в принципе, имеет такой же смысл. Следующий клип. То есть как-то это предлог. Х и В. Дальше. То есть Ван, пожалуй, ему две лошади, есть две металла. Вся лошадь осмелился во имя, или к ему. Следующий. Что вот вон такая очень напряженная, да, ситуация, да? То есть вот его ответ. То есть князь ему даровал эти большие дары, наградил его. И наш герой хочет ему в ответ тоже что-то сделать, или как-то его благодарить за это. Следующий клип. В принципе идет вот эта конструкция благодарности в благодарность. Вот этот вот я вам покажу. Это иероглиф Ян. Ян. Ян, в принципе, он в значении вот этого жеста. То есть преподносить. Следующий иероглиф очень такой я думаю интересный. Вы сможете его разгадать. Какой? Дхен, да, совершенно верно. То есть вот этот вот шишечка этого. Верхняя черта. Небольшой. Дхен. И следующий, тоже самый распространённый, это С, совершенно верно. То есть это Хензе, сын неба. Следующий тоже несложный ироклиф. Таким образом. Таким образом. День? Какой день? Ж? Какой? Один. Такой, да? Нет. Нет, это справа дерево. Справа дерево, совершенно верно. А слева? Человек. А, отдыхатель. Да, отдыхатель. И следующий. Следующий это Ли. То есть это самая конструкция. Тои Янг Хензе Сиу Лим. То есть, такая конструкция у нас фиксированная. И мы будем находить её во многих надписях, бронзовых надписях. Тои Янг Хензе Сиу Лим. Следующий иероглиф. Тоже, опять же, два иероглифа написаны очень близко друг к другу. Но этот иероглиф, в принципе, повторяется во всех надписях. Без этого иероглифа не может быть надпись. Просто существовать. Юм. Юм. И вот этот иероглиф, следующий, который за ним используется. В транскрипции это считается как Джа. А если мы перейдем на современный, то как Цо. То есть Юм Цо. То есть это, слушай. Да, используя. То есть, ну, нужно использовать, изготовить. Он его изготовил. Два следующих страшных роликов мы не будем разбирать. Я покажу сразу. Ян Кьин Зэ Сиу Лин. Юм Цо. Джу Йин. Там уже, опять же, на следующей... То есть смысл уже будет на следующей строчке, да? Откройте еще, пожалуйста. Да. То есть, во славу прославления не изготовить. Вот этот иероглиф Джо. Это значит отливать из металла какой-то сосуд. Следующий это Йин. Вот это вот, это Йин. Йин тоже очень сложно его так перевести, чтобы он был в контексте нашей надписи. И я перевел его таким образом, что благодарность и дабы прославить милость Сына Неба шоу. То есть он приказал отлить из подаренной бронзы это сосуд. Сейчас мы еще увидим, еще пару роликов здесь будет. Которые, конечно, доказывают вам. А Сын Неба они повыли? Сына Неба они называли властителя Джоу. То есть это период Западной Джоу, когда сила центрального правительства, который в Халтине находился современно рядом с Горном, современный Сянь, была достаточно сильная. Так что всегда он управлял и был настоящим Сыном Неба. Потому что по этой китайской философии, что Неба, то есть концепция Неба, концепция Земли, что Неба это отец, Земля это мать, и что их Сын, то есть Сын Неба. Представитель Неба на Земле, скажем такими образом. То есть в принципе Хэньца такое, то же самое, как, например, Китай очень часто, в древности, по крайней мере, Китай, либо весь мир называли Хэнься, который у нас переводит как поднебесный, красивый, мне кажется, переводит, под и небо, поднебесный. Хотя, в принципе, сами китайцы слово Хэнься в современном китайском языке используют, не используют очень часто, не используют значение Китая. Они же Джон, они же посередине. Да, они посередине, да, но Хэнься больше сейчас используют, может быть, для, ну, не очень часто используют, если используют, то в значении Мир, то есть общее. В принципе, Хэнься это все, что поднебо. Это и есть, в общем-то, Мир. Ну, у меня просто были такие ситуации с китайцами в самом начале моего изучения китайского языка, я только говорил, вот, Хэнься, ты сидишь. Хэнься, мы такое никогда не использовали. В общем, никогда. Следующий слайд. Заключение. То есть мы поняли, что произошло, мы поняли, что Шоу получил какие подарки, и Шоу решило благодарить. Ну, воспитанный был человек, правильно? То есть, чтобы отблагодарить, он... Открою сейчас следующее. Он решило императору, императора не было, Вану, князю, ответный такой подарок, либо, скажем, прославление его, сделать этот сосуд. Здесь же дальше два таких иероглифа, это иероглиф Джон, середина, да, и вот этот такой тоже сложный иероглиф, но очень часто будет встречаться, у нас еще десять будет встретиться. Иероглиф Бау. Это драгоценность, да, ценить, это упрощенное его написание, да, здесь он более ближе к полному написанию, национному написанию. Здесь оканчивается предыдущий абзац, да, о том, что он из шоу, из бронзы, которую подарил ему князь, из части бронзы отлил этот сосуд. То есть ты мне подарил что-то, я тебе, в общем, части это верну в такой красивой форме. Дальше у нас идет этот Ди, такой же элемент, какой был в начале. Очень тоже сложно ему подобрать какой-то эквивалент в русском языке, он на второе служит более для связки слов. И дальше следующее классическое завершение из пяти иероглифов, которые я хотел с вами разобрать, оно мне очень нравится, но очень красиво, на мой взгляд, звучит. И очень интересно, значит. То есть первое, это у нас Дз. Причем стоит обратить внимание, что здесь есть две точки. Да, вот эти две точки, они говорят, что это Дз, Дз. Повторение. Дз, Дз. Погромче, да? Следующий, то есть это такой вот... То есть если это ребенок, и это элемент... Может Хао? А? Хао? Нет, это не Хао. Это... А, нить? Да, это нить. Да, это нить, да? Сы. Ну, традиционно, да? Сы. Сы. И тоже там есть две точки, такие малозаметные. Две точки, это, соответственно, что Сунь-Сунь. 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 Следующий элемент. Сунь-Сунь. 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 А, ну это река, вода, да? Ну это близко к воде, но не совсем. То есть если мы задумываемся вообще о смысле, да, то есть он говорит, что вот... То есть это заключение, и мы говорим, то есть он говорит, что вот чтобы сыновья и внуки, и он хочет, чтобы они вечно, вечно, что они с ним вечно делали с этим сосудом, они хотят его пао, они хотят чтобы, то есть он хочет, чтобы его берегли, ценили, и использовали. То есть эта вот фраза лично мне, она мне очень нравится, эта фраза встречается в большинстве надписей, то же самое как вступление в виде какой-то месяц, это фаза луны, что-то, что-то произошло, и, соответственно, основная история описывается, и потом заканчивается вот этим цидзо-суньсуньин-баумом, чтобы пусть внуки и сыновья вечно хранят и ценят этот сосуд. Следующий, пожалуйста, слайд, да? Так это выглядит. То есть если мы посмотрим в традиционной записи, да? Похоже, да? То есть здесь сам этот иероглиф вау. Ну, если... Таким образом... Ну, а в тинвэнь он будет писаться как... Любая вот эта крыша, она будет таким обтекающим образом выглядеть. Потом здесь это такое, ну... Они могли меняться, кстати говоря, то есть вот эти элементы. Это элемент князь, да? Элемент князь, он просто переместился в другую сторону. А вот этот элемент z, он был изображен таким образом, более просто. Вот. И вот этот элемент, это вей. Да, то есть таким образом. В принципе, во всех очень интересно... Ну, это в традиционных иероглифах, да? То есть все... Большинство иероглифов, в которых есть элемент вей, значит, раковина, да? Связаны каким-то вот с ним с деньгами, да? Потому что раньше, опять же, вот период... Ну, я думаю, еще даже до периода джоу, вот эти вот раковины, калории, калории используют в качестве потёжного средства. Дальше, пожалуйста, посмотрим. То есть джун, опять же, этот хунтиацэ, джун включать, составлять. Бао, драгоценность либо металл. То есть отсюда идет наше предыдущее, да? То есть использовал металл, подаренный князем, для того, чтобы изготовить этот сосуд. И само заключение, чтобы цз, цз, сунь, сунь. Следующее. Юм, Бао, Юм. То есть я даже их объединил вместе, потому что они являются собой единой, смысловой целой. И перевод, еще раз. Допустим, сыновья, внуки, вечно ухранят. Следующий слайд. Да, то есть здесь выглядит целиком и сама надпись, и ее транскрипция. Транскрипция тоже взята с сайта Академии Синий. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. С какого мы можем вывод сделать? Рассмотрим сосудом. Дальше. Да, то есть это ритуальный подарок чиновника, военачальника, нашего Сяо Чэнь Шоу, правителя, за то, что он его наградил. Следующий слайд. Ну, то есть это типичный абсолютно представитель бронзовых сосудов периода Затопа Джоу. И я его именно выбрал, потому что мне, во-первых, понравилась очень его надпись. То есть она была именно традиционной. Хоть я и говорю, что да, так традиционно, но очень, ну, не во всех, скажем, или во многих не встречается такая ситуация. То есть встречается, например, Цзэцзэ, Суньсуни, Умбао, Юм. Например, окончание встречается во многих, но там нет, например, времени. Или в некоторых есть только время, но нет вот этого окончания. Да, то есть я, когда выбирал эту надпись, этот сосуд именно ориентировался на то, чтобы было более такой традиционной. Традиционная надпись. То есть стандартная структура надписи на сосуде. Да, то есть время. Сколько говоря, на три части можно определить это время, основная часть заключена. И основная часть у нас есть на предыстории. То есть то, что произошло, то, что сделал шоу. Награждение, то, что есть наградение. Соответственно, ответ, ответная реакция шоу, что материал из этого металла изготовил в сосуде. Следующие. То есть эти основные четыре части. В принципе, на этом моя часть закончилась. Теперь ваша часть. Какие у вас есть вопросы, комментарии, рекомендации, критика. Нет, я не думаю, что он... Нет, я думал, что это... Я лично его не видел, к сожалению. Пока. В следующий раз поеду, когда Шанхай лучше будет. Я думаю, что примерно такого размера. Но они все бывают разные. То есть вот этот, например, Малгун Дин, который мы видели в начале, он достаточно на ощупь. Его не видел в Тайбэе. Действительно. В принципе, если вас это интересует... В России, к сожалению, не очень много есть таких ритуальных сосудов сохранилось. Музей Востока, совершенно верно, да. Но если вы обратили внимание, там копия. То есть то, что я вам говорил, там копия, не там копия династии Цин. Да, то есть там... Опять же говорю, то есть вот эта копия, они не считают, что это что-то такое плохое или что-то. Да, то есть, да, там можно увидеть, но он там маленький достаточно. В Париже есть очень большая коллекция. В Цюрихе есть очень большая коллекция. Прямо графические музеи. В Штутгарте тоже есть большая коллекция. Это настоящий вопрос? Да. Это хороший тоже. Да. Это хороший вопрос. Ну, например, если вы были в Китае, например, в Шанхайском музее, либо в историческом музее в Пекине. То есть там поражает. То есть вы заходите, там целые залы, которые уставлены, бронзы и все так. И все это можно сфотографировать и так прям. Да. И мне тоже так сказать. Подходишь, там читаешь, да, там Настя Шанг, Настя Чжо, прям все такое очень древнее. Но потом я разговаривал с одной из моих знакомых. Тоже она специализируется на Китае. Она говорит, ты что думаешь, что они там действительно подлинные вещи двух с половиной тысяч лет, чтобы их можно фотографировать, потому что там не запрещено фотографировать. Сложно сказать. Ну, по крайней мере, то, что там написано, да. То, что это действительно этого периода. Опять же, я говорю, что очень много было сделано копий в более поздние периоды. И вообще, вот это увлечение вот этим вот антиквариатом, оно имело две такие большие крупные волны вообще в истории Китая. Первая такая волна увлечения антиквариатом была в период Сун. Например, были составлены большое количество каталогов антиквариата. То есть, такие очень красивые, достаточно сказать, пытались каким-то образом упорядочить все то, что они знали об этих сосудах как-то с соображением, с их размерами и так далее. И последний это, то есть, второй такой подъем увлечения антиквариатом был период последней китайской днастии Цин, когда тоже составлялось большое количество этих каталогов. В принципе, они дошли, мы можем служить. А каким признаком определяют, что это подделка? Анализ металла или что? Да, я понял ваш вопрос, хороший очень. Сейчас, несмотря на то, что очень развита у нас техника, технология, определение, не всегда можно с точностью определить, даже по радиоуглеродному анализу не всегда можно определить. Как можно точно определить сто процентов, что это к этому периоду, если мы обнаружим какую-то могилу? Это относится не только к бронзе, это относится и к любым вообще китайским артефактам. То есть, люди копают, строят дом. Тут раз, что-то проваливается и обнаружилась древняя могила. Смотрим, могила не росла. В целости и сохранности мы достаем, видим какие-то, мы можем ее как-то идентифицировать, то есть, к какому-то времени, к которому она относится и мы говорим, скорее всего, это как бы так оно и есть. То есть, вот эти, грубо говоря, артефакты, которые с ней содержатся, они, скорее всего, подлинные, потому что она не раскрыта. То есть, таким, например, относятся Шой Худи, такой вот, например, Маван Дуэй в Чан Шан. Это 80-е годы Шой Худи, это уже 92-тысячные годы. То есть, последние вот находки археологические. Ну, там тоже, конечно, и бронзовые эти сосуды находились, и бамбуковые надписи. То есть, это бамбуковые планки. То есть, очень сложный вопрос. И на следующей неделе мы будем говорить про надписи на бамбуковых планках ЦИНФА. Там будет очень большой вопрос с ними, скажем так, потому что есть. Тоже в четверг, да? Тоже в четверг в это же время, да. Скажите, пожалуйста, а вот мы рассматривали схему построения. Она всегда одна и та же, да? Начинается предыстория, да? Она в основном одна и та же, но не всегда. То есть, может варьироваться? Она может варьироваться, да. То есть, я еще раз говорю, что я выбрал эту надпись, потому что в ней содержится она по классическому. А структуре поставили. Но очень часто иногда бывает, например, вот этой части не быть. Или времени не бывает, или еще. Нет, не обязательно она по такой части. Есть структуры более сложные. Например, вот этот Малгун Дин. Там более сложные. Там целые могут истории рассказываться, конечно. Моя история. У меня было просто дополнение по поводу подлинности. Там действительно все очень трудно. И бывают, например, такие случаи, когда сосуд подлинный, а надпись фальшивая. То есть, покупают на черном рынке подлинный сосуд, который выкупают, черные археологи выкатают. Но надпись на нем нет. Делают на нем надпись и продают их. Ну, цена повышается. Ну, понятно. Всякого. Ну, да. Ну, очень интересно. То есть, основная моя задача была, в принципе, мне тоже вот эта тематика, хоть, может быть, я и не такой очень большой специалист в этой области, не такой очень много этим занимаюсь, но ты меня посетил этот курс, и мне очень понравилась вот эта доступность материала, да, что мы не просто имеем дело с текстом, просто с голым текстом, а мы имеем возможность увидеть этот сосуд, мы можем увидеть его, соответственно, вот надпись, и на следующей неделе тоже будем говорить, то есть, мы будем непосредственно изучать сами бамбуковые планки, то есть, мы будем изображение этих бамбуков, из них транскрибировать. А вот, допустим, этот сосуд императору, князю подарили, но чаще наоборот же, скорее, там, более богатые, там, дарили, ведь у бедов там не было, там, допустим, металлы сделать, и как бы самим нужно было такие сосуды. Это скорее исключение, что вот он князю решил отдать, ну, в ответ, или так обычно и делали. Я думаю, здесь это нужно понимать не совсем, может быть, так прямо, что он ему прямо отдал, он может просто изготовить его честь. Мы сейчас это не можем прямо так вот понимать, что... Это тоже я не могу прямо вот так вот сто процентов ответить на этот вопрос. То есть, он изготовил и ему вручил обратно. Это сложно сказать. Сыновья и днуки его должны хранить. Не сыновья и днуки вана должны хранить и пользоваться, а он своим как бы сыновьям... Вряд ли он отдал этот сосуд вану, потому что в таком случае этот сосуд был бы найден скорее в ванской могиле. Ну, там, насколько я знаю его историю, он был скорее такой, передавался более по наследству. То есть, его когда занесли в вот эту базу данных, потому что там тоже есть его происхождение, и он в частной коллекции еще с династии Цин. То есть, доподлинно неизвестно, откуда он взялся. Да, может, в принципе, он и падет. Но китайцы умерят, сами понимаете. Да, я с вами согласен абсолютно, что, в принципе, это могло иметь более ритуальное значение. Когда они говорят, гениев мало, а прекрасное нужно всем. А примерно сколько сосудов, ну, там, счет на тысячи, на... Десятки тысяч. Десятки тысяч, да, найдем? Есть какой-то каталог? Я сказал, да, то есть, есть очень хороший... Я не знаю, мы сейчас посмотрим, если здесь... Десятки. Нет, наверное, это делать не будем. Есть вот этот каталог, о котором я в самом начале говорил. Можно, наверное, на сайте... Да, на сайте, да? А на нем как? Вы сказали, зарегистрироваться на что? А на университете разрешения? Да, там нужно. Я не знаю, здесь есть интернет или нет. Если здесь есть интернет, я могу вам это... Или кто-то вижу нужную работу на нашего сервисе. Нет, это Майкрософт, Никита АзDadick sax, вы можете назвать unions. Это майкрософт? Этоジонica 옛ачехехехехехехhan. А это Microsoft наверное очень диффер нравится. Первые колонки, и на верху остей. Нет. Попробуем, wonder. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok